Приветствую вас! Прочитаю ваш вопрос. Точнее, даже не вопрос, а текст. Вот. Понимаете, в чём тонкость? В том, что вопрос, который вы задаёте, текст, который вы написали, он поставлен не совсем верно и не совсем корректно с точки зрения профессиональной психотерапии, например. Почему? Потому что вы, в первую очередь, хотите, чтобы мы подсказали вам, чтобы мы подсказали вам, где вы оступились. Ага, ну, где вы оступились, что вы сделали не так, да. Вот. И так далее. Но, правда заключается в том, что, если мы вам подскажем, даже, если мы вам подскажем, что именно вы сделали не так, то одну зависимость вы измените на другую, потому что сейчас вы зависимы от своего окружения, от того, как оно себя с вами ведёт, а так будете зависимы от, собственно, психолога. Ну, от своего психолога, с которым, например, будет работать. И это, в общем-то, означает, что, ну, что, по сути, ничего не изменилось, да, что одну зависимость вы сменили на другую. Дело не в том, где вы оступились, и дело не в том, почему так произошло. В любом обществе существуют люди, объекты для насмешек каких-то. Это нормально. И это естественно. Просто вы стали этим самым объектом. Дело немножко в другом. В том, что вы были забиты на первом курсе. Вы стали забиты, вы были, точнее, забиты в начале и в течение первого курса, почему-то. Вот. И мне думается, что корень проблемы кроется в этом. В том, что вы изначально были забиты. То есть, вот, ну, словно говоря, вы почему-то были забиты. Возможно, вы изначально сравнивали себя с другими людьми. Возможно, изначально вы чувствовали в себе неуверенность какую-то. Возможно, речь идет о чем-то еще. Но то, что вас ранят слова, определенные слова, сказанные, допустим, ну, одногруппникам. Вот. Именно ранят вас. Тот факт, что вас ранят эти слова, да. Ну, вот это вот свидетельствует как раз о том, что есть у вас элементы неуверенности в себе. Вот. И есть элементы непринятия себя. Есть проявления взравнивания, взравнивания себя с другими людьми. Есть элементы жертвенности поведения. Понимаете? То есть, жертвенность, это, ну, в данном случае, это ситуация, в которой вы, к примеру, либо все сводите к себе, то есть, ну, во всей этой ситуации, виноваты, вы себя видите. Либо все сводите, ну, можете все свести к другим людям. То есть, именно, что это из-за других людей, вот, так вы себя, ну, чувствуете, так себя ощущаете. Вот. Тут вот вам нужно помочь увидеть грант, вместо тем, какой вы внесли вклад в это, и какой внесли вклад в другие люди. Чтобы прям четко отделить одно от другого, чтобы это не было, чтобы это не было смешано у вас. Вот. Ну, и, конечно, восприятие себя нужно менять, это, безусловно. То есть, как правило, Екатерина, в университетах есть консультанты, психологические, ну, психологи-консультанты, если у вас нет возможности, ну, работать с психологом, если у вас нет такой возможности, вот, то вам обязательно стоит обратиться к консультанту, который работает с студентами. Вот. И я думаю, что вам это будет на пользу. Вы сможете поработать с собой, и, соответственно, что-то обязательно изменится. Вот. Вот примерно такой момент, здесь вам можно дать. Когда вы спрашиваете, где я вступил здесь, что я сделал не так, да, ответить вам на этот вопрос, ну, на данный момент возможности не представляется, потому что то, что вы описываете, это просто описываете то, что говорят люди, преподаватели и так далее. Вот. Вот. Ага. Вот. Как это видишь я, да, что, то произошло искажение вашего становления. То есть, вы начали раскрываться, начали проявлять себя, вот, и это вызвало искажение определённое. То есть, люди восприняли это, ну, конечно, не совсем корректно, да. Вот. То есть, вы начали раскрываться, а вот себя, как бы, ну, не подставили, ну, адекватно, да. А вот тех вот ребят, которые над вами начали пригалывать, да, вы их на место, как бы, не подставили, и, соответственно, они подсчитывали, что смогут это делать, а за ними подсчитывали это и другие люди. Ну, вот. То есть, это вот, ну, так сказать, с точки зрения, вот, того, что вы описываете, это можно интерпретировать так. Но, это, ну, понятно, что, понятно, что это совершенно, как бы, такое, неокончательное утверждение, потому что слишком мало информации о нас. И на данный момент больше сказать, пожалуй, нечего, вот, потому что, ну, слишком поверхностную информацию вы, на мой взгляд, предоставили. Вот. Ну, опять же, по моему мнению, да. Вот. Сейчас мы немножко пройдёмся по вашему тексту, потому что вопрос вы задали вчера, до сих пор его не решили, так вот, наверное, ждёте какие-то ещё ответы. Вот. Значит, вы пишите, «Меня нравят одногруппники в группе 4 девочки и 12 мальчиков, с нами всем по 21 припути, второе образование». Трое образование – это, что вы, что вы имеете ввиду? То есть второе и высшее образование, получается, 21 год, второе и высшее, это немножко странно. Да, это именно мальчики. Ну, это, как правило, отношает инверсивное влечение к вам. То есть, это как бы, ну, влечение к вам, да, но желание приносит. То есть, в силу того, что вы изначально были другой и другой, в силу того, что вы изначально были стихоней, забитой, жертвой, вот, а теперь вы проявили себя по-другому, вот. Вероятно, стидиация связана, может быть связана с тем, что ребята начали испытывать к вам лишение, но стидиация этого чувства, потому что, ну, им кажется неприемлемым испытывать к вам то, чего раньше они не испытывали. И они пытаются расправить вот таким образом. Дальше. Дальше. Так, не понимаю, как можно вести себя так, в таком возрасте. Вот, понимаете, да, какая тонкость здесь есть. Вы пытаетесь понять, как можно вести себя так, в таком возрасте. Вы пытаетесь понять, как можно вести себя так. Но, тут момент в том, что пытаться понять, это больше не стоит. Скорее, не стоит пытаться понять, чем стоит. Именно по той простой причине, что вы никогда не поймете других людей. Вы не сможете понять других людей просто, ну, просто потому что мотивы других людей, они зачастую довольно туманны. Вот. Поэтому ориентироваться здесь желательно именно на себя, ориентироваться здесь желательно на то, что вы делаете, на то, чем вы занимаетесь и так далее. Вот. И вот здесь, пожалуй, на первый план, по крайней мере, на рассмотрение, выходит аспект, как бы цели, в которой вы учитесь и получаете образование. То есть, знаете, если люди могут сбить вас с образовательного процесса, с учебного процесса, то это может означать только лишь то, например, что вы не совсем уверены, например, в своей учебе, или вы не совсем уверены в том, что вы хотите, допустим, заниматься теми вещами, которые у вас, ну, которые вот, теми вещами, которые, которыми вы занимаетесь. То есть, изучать то, что вы изучаете. Раз вы обращаете внимание на людей. Потому что, будь у вас цель, будь у вас четкое видение того, что вы хотите делать, чем вы хотите заниматься и так далее, все это, может быть, просто не казалось. Люди никогда не будут делать того, что не дает обратную связь. А если это, если обратную связь вы даете, то, соответственно, как бы, естественно, люди будут продолжать. Вот. То есть, как бы, здесь вот вопрос цель. С другой стороны, как правильно вам заметил, ну, справедливо заметил коллега Борис Пустинский, что нужно учиться взаимодействовать в таких ситуациях, но не жестко шутить и высмеять, хотя это может быть тоже, а скорее осваивать принцип амортизации, в котором вы лишаете каких-либо оснований людей над вами смеяться. Просто лишаете. Это процесс. Это определенный процесс. Он не единовременный, но он достаточно такой эффективный. Вот. Принцип амортизации, ну, вы можете почитать сами про принцип амортизации. Вы можете, например, научиться навыкам бесконфликтного общения, в том числе, и принцип амортизации не только, а психологам. Вот. Ну, опять же, смотря с каким психологом, да, то есть, кто именно будет работать с вами. Дальше. Так. Значит, во-первых, такого не было, мне даже нравилось просто ходить на бары. Ну, вот, понимаете, да, мне даже нравилось просто ходить на бары. То есть, вот, нравилось просто ходить на бары. Это не выглядит как что-то, что иллюстрирует ваш обучающий процесс, ну, образовательный процесс. Это выглядит как ориентацию на, ориентация на социальную жизнь больше. А учеба здесь используется, ну, как средство. И более того. Далее. Было весело, все хорошо отношились ко мне. Ну, опять же. Вот, вы фразы ранее заметили, я не понимаю, как можно себя вести так, да? То есть, вы здесь проявили такую, ну, родительскую позицию по отношению к своим одногруппникам, может только, что они себя так ведут, да, как дети, как дети. Но сейчас вы говорите, что было весело. Но разве образовательный процесс, следуя вашей логике, должен быть веселым? То есть, как бы, если образовательный процесс происходит осознанно, то человек обучает себя тому, чем он будет заниматься в будущем. Ему все равно, как ему относится, ему все равно, веса нет, он занимается этим. Понятно, что студенческая жизнь, это все понятно, но это вторично, это не первично. Дальше, вначале, значит, так, вначале, вначале первого курса я была тихоней, забитой, никто меня даже не замечал. А как так, собственно, вышло, что он выбил тихоней и вас никто не замешал? Как так получилось? Как так получилось? Ведь вряд ли это было, ну, вряд ли это было случайностью. Так, во втором семестре я изменила мечта, стала более общительной, многие говорят, что я стала красивой, что я цвету, а все изменилось. Со всеми мальчиками хорошо общалась, на следу учебного года все, а по поводу чехов вы общались? Как именно вы общались? То есть, знаете, вот, общение с мальчиками нужно анализировать. Зачастую, ну, вообще, не только с мальчиками, кстати, почему мальчики? 21 год, 23 год, почему мальчики? Дружные мальчики. Общение нужно анализировать. То есть, если вы проанализируете, вы способны будете осознать те моменты, которые привели к этому. Самое, что произошло, частично. Так, значит, с этого учебного года все изменилось. Сначала было два парнях, которые постоянно во мне шлили и как вы реагировали. Да, это пускали на смешку, если шутка смотрится ко мне, как вы реагировали. Теперь к большим. Те, кто не трогает меня, все равно смешки на эту шутку. Ну, если это смешной, вы дать на шутку, почему нет, да? Но, опять же, как вы реагировали на вот этих вот первых двух парней? Меня стали упрекать, что я ступаю глупо. Понимаете, вот вы здесь путаете. На мой мяч вы путаете здесь на смешку, да? Ну, просто на смешку. Ну, можно называть это моббингом, если хотите, но это насмешка. И упрек. То есть, упрек это более серьезно, серьезно. И упрекать может только человек, который, ну, достаточно близко к вам. Вы говорите, что эти люди стали вас упрекать. Они не могут вас упрекать. Они могут насмешаться, даже да, не упрекать. И говоря вам, что вы глупые, что вы тупая и глупая. По-моему, по-моему, это, вот. Как вы, как вы это воспринимаете? Эм, да. Ищите вы. Учеба мне тяжело дает. Как это проявляется? И в чем ставится? Опять же, может быть, вам на помощь. Вот здесь. Но среди других я далеко не глупый. Не самое глупый. Вот, да, видите, да, здесь идет, как бы, сравнение себя с другими. Вы сравниваете. Среди других я далеко не глупый. Это же оценка идет. Это тоже, как бы, проявление не принятия себя. Эм, дальше. Так. Если я отвечаю на что-то на паре, то они постоянно смеются надо мной. Ну, и из-за этого я стал бояться получать что-то, придать инициативу. Видите, да, перенос ответственности происходит. То есть, они смеются постоянно, а вы стали бояться. Ну, они смеются. Это их выбор. А вы стали бояться. Это ваш выбор. И вы стали бояться, потому что как-то восприняли их смех над собой. Который, очевидно, подтвердил ваши сомнения в себе, в своем интеллекте и так далее. Вот. То есть, нет, здравая реалистичная оценка своих возможностей. Видимо. Далее. Теперь, если кто-то меня спрашивает, я, конечно, нервничаю, не могу двух слов сказать, а просто задумайте, что это действительно глупо, я перестал стараться. Вот. Понимаете, да? То есть, личные цели, личные цели у вас нет, у вас нет, у вас нет. Вот как бы именно личные цели, для чего вы учитесь, свои собственные поставленные цели. Очевидно, у вас нет. Раз вы перестали стараться только потому, что одногруппники над вами смеются, смеются. Так, значит, я специально не даю работы на парах, прихожу на консультации, только можно давать мне при одногруппниках. Из-за этого появилась куча долгов. Но, опять же, да, я не очень понимаю, что вы имеете в виду под консультациями, да? Вот. И как это связано с долгами. Ну, здесь тоже нужно разбирать. Беседовка, они часто пишут чутки обо мне, порой очень жесткие. Другие девочки заступаются за меня, если я с другими девочками нахожу в кабинет, то говорят сразу начинают обо мне, а не о них. Ну, это значит, что, как бы, это инвестивное внимание, о чём я вам уже сказал. Вот. Здесь вы видите, вот как бы, по сути, вы говорите только о них, да? Вы не говорите дальше о себе, вы говорите только о них. Что они говорят, как они себя ведут, так далее. Вы пишите, что меня очень ранили его слова. Но чем? Чем? Из-за чего? Как ранили? Об этом ничего не говорите. И вот, эээ, вот далее вы пишите, я на всё это реагировала с юмором, но теперь молчу, ничего не отвечаю, стал я считать себя красивой и глупой. Почему? Откуда это чувство возникло? Почему вы перестали, перестали реагировать, эээ, значит, что отвечать с юмором? Непонятно. Да? То есть, вы этого никак не раскрываете. Не могу выходить в университет, осталось два года, серьёзно думаю, уйти, не могу больше это терпеть. Почему вы это терпите? Опять. То есть, по какой причине для вас это важнее, чем образовательный процесс и ваше, ну, и ваше, как бы, будет развитие. Вот. На это вы не раскрываете никак. И хотите, чтобы мы вам сказали о том, где вы оступились и что вы сделали не так. Понимаете? То есть, просто дали вам ответ. Полчаса. Ну, это жертвенная позиция, к сожалению. И эта жертвенная позиция, она, конечно, находит своё отношение к тому, как вы взаимодействуете с одногруппами. Вот. Эээ, родители хотят, чтобы я доучился, я не могу в другую группу перевести. Нет, нет возможности. Ну, тут классическая, классическая, такая жертвенная позиция. Некоторые, что родители не помогут, не могут помочь. Эээ, группу я перевести. Не могу, тут по сути хочу сбежать от проблем. Но проблема не исчезнет. Вот. Так что, вот, эээ. Дальше. Значит, одна именно группница, моя лучшая подруга. А, так. Эээ, я была дружелюбной, всегда хотела помочь. Не выскочить, как вообще можно взрослым парням унижать девушку. То есть, парней вы взрослыми считаете, а себя взрослыми нет. Видите, у вас тут идёт искажение. Как бы искажение восприятия парней и себя. То они мальчики, то они парни. То есть, как бы, нет какого-то чёткого представления, кто вы и кто они. Вот. То есть, мы не будем оценивать их поступок. Вы спросите, как можно взрослым парням унижать девочку? А как можно девочке позволять себя унижать? Ну, вы спросите, а всё-таки, что такое позволять себя унижать, да? Как это? А воспринимать на свой счёт? Почему вас это воздевает? Да? Вот так всё. Одна из одногруппниц, моя лучшая подруга, с ней все хорошо общаться, помогает, а ко мне вот так. И почему вы сравниваете себя со своей лучшей подругой Екатериной? Я думаю, что в частности, дело здесь именно с тем, как вы себя презентуете. Презентуете другим. И опять же, в процессе консультации, в процессе анализа вашего поведения и так далее, вы смогли бы это понять. Для себя увидеть и, соответственно, подкорректировать. Вот. Вопрос в том, готовы ли вы эту работу проводить? Вопрос в том, хотите ли вы эту работу проводить? Проводить. Вот. И так далее. Вот. То есть, как бы, в такой момент. В такой момент. Вот. В принципе, всё, что я могу вам сказать. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.